Евангелие от Иак... Ой, опять я вот привык к Евангелию, я никак не могу. Послание Иакова, 4 глава, 13 стих. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Толкование. Не уничтожает произволение, но показывает, что не все зависит от самого человека. Нужна и благодать свыше. Ибо можно бегать и торговать и совершать все нужное для жизни, но должно приписывать это не собственным трудам, а только человеколюбию Божию. И Еремия говорит. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его. Прок Еремия, 10, 23. И не хвали завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Притча, 27, 1. То есть здесь смысл не в воле человека путь его, потому что, ну дальше, не хвали завтрашним днем, мы не знаем, что будет завтра. Но человек создан по образу и подобию Божию со свободной волей. То есть не это здесь имеется в виду, когда говорится не в воле человека путь его. Человек волен выбирать путь свой, как ему поступить. Что должно делать, добро или зло в субботу? Христос говорит. И они молчали, когда он исцелил руку. И Господь разгневался. Молчали. Ну ясно, надо сказать, добро нужно делать. Он в субботу что сделал исцелил? Исцеление больного это зло или добро? Да конечно добро. А что они? Вот есть 6 дней в них исцелять. Не было у них рассудительности на тот момент. Рассудили бы. Ну в субботу запрещено там работать. Но добро или зло это сделать? Что повелевает в субботу делать? Добро или зло? Вот так бы рассудили бы и Христа бы не стали бы укорять. Вот, поэтому мы не знаем, что завтра будет. Поэтому всегда нужно говорить, если живы будем и Богу угодно будет, то будет то-то и то-то. То есть дальше про это вот и говорится. Ну и вот это вот самонадеяние на силу тоже мне приходилось с мастером спорта беседовать. И вот он прислушивается, но веры нет. Потому что вот эта вот философия спортивная. Нужно надеяться только на себя. На свои собственные силы, тогда будет успех. Я говорю, ах. У меня помощник Бог, мы у нас-то двое, а ты один. У кого больше шансов сделать там одну и ту же работу, например? Молчит. Ну и вот так научили. Вот спортсмены они гордецей и тщеславцы в большинстве своем. Вот. И Господь сравнивает вот эту вот духовную борьбу, вот эту вот. Они ради славы тленные все это делают, тренируются, потеют. Столько много трудов, чтобы вот. А что это там? Медальку тебе дали, постоял на пьедестале, завтра забыли про тебя. И многих спортсменов там показывают в старости, они никому не нужны. Или артисты там знаменитые, там спевают, все их друзья забывают. А когда-то дифирамбы им пели, там все прославляли. Все это пшик. А вот когда на Господа надеешься и благодаришь Его, тогда Господь и тебя не оставляет. И близкий, и до конца дней твоих ты будешь и с Господом, и люди от тебя не отвернутся. Видев в тебе вот это вот благодарение Богу, а не вот такой вот тщеславный эгоизм, что ли, как это назвать, не знаю. Что такое тщеславие? То есть он напрасно сам себя прославляет. Все это напрасно, вот эта слава человеческая, она ничего не дает. Абсолютно. 14-15 стих. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое толкование. Показывает суетность нашей жизни и пристыжает нас за то, что всю жизнь проводим в суете. То есть весь труд наш истощается на привременное зло. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Псалом 38-7. То есть суетится над тем, что не существует, а представляется как бы в призраке, или над тем, что не самостоятельно, но составляет как бы подобие, изображение истинно преуспевающей жизни. Пар есть мрачный состав, происходящий от сильного жара и влажный, имеющий самое краткое бытие. Ибо по причине крайней тонкости скоро исчезает от соприкосновения с окружающим, вступая воно и разлагаясь, подобно тому, как небольшая часть влаги в воду. Вот чему подобил апостол жизнь нашу. И весьма прилично. Можно ни в коем случае забывать, что все вот это видимое, оно временно. Оно пройдет. Исчезнет. И небо, и земля прейдут. То есть прейдут, но это значит, что когда-то их не будет. Да, будет новая земля, новое небо написано, но вот это временное видимое, оно все исчезнет, сотлеет. И мы сотлеем, и предметы все старинные, вот предметы, почему они так ценятся. Что диву дает, что столько лет и сохранились. Другое все разложилось. Иконы старинные, почему они такие дорогие. Ну вот, потому что каким-то чудесным образом сохранились до наших дней. Такое вот маленькое чудо. Потому что все это вот, тлена и жизнь наша, она как пар. Когда вот так вот рассуждаешь, тогда, как еще святые учат, держите ум в ааде, держи ум в ааде и вовек не согрешишь. То есть думай о вот этой временной жизни, о смерти, и то, что за порогом смерти, ад тебя будет. Что-то ожидать, если ты со всеми грехами не расстался в этой жизни, страстями, похотями. По-другому это называется страх Божий. Бога боишься, боишься его наказания, что он тебя отправит в ааде и не делаешь греха. А бесстрашные, они не боятся Бога, не верят в его наказание, не верят в ад, не верят в вечные мучения, поэтому и творят зло. И дальше апостол Аков, 4 главе, 16-17 стих говорит. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Толкование. Гордый и гордость занимаются ненастоящими предметами, почему и называется гордый, что значит живущий в заблуждении и обольщении. Всякое подобное тщеславие есть зло. Если же оно зло, то происходит без сомнения от лукавого. Но тем, которые через святое крещение предали себя Господу, не следует принимать посеваемое лукавым. Опять вразумляет лжеучителей, чтобы не смели тому учить, чего не исполняют прежде сами. Ибо блажен, сказано, не тот, кто научит, но тот, кто сотворит и научит. Евангелие от Матфея, 5,19. Так как дела должны предшествовать словам, чем и возвещает праведник веру являемую. Посему и сам Бога-человек сначала стал творить, а потом учить. Деяние 1,1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисусе делал и чему учил от начала. То есть, о делах, говорится, сначала, а не обучении. И вот за что Игнатия Тихоновича многие вот так вот не любят, так скажем. Но он говорит, покажи мне веру свою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть, когда слово с делом не расходится, тогда тебе верят. А когда ты говоришь одно, а не делаешь. Это вот такие были книжники и фарисеи. И Христос говорил про них. Все, что они говорят, вам делайте. Они учили правильно. Все, что по закону, все это учение они преподавали правильно. А дальше, говорит, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Вот и здесь нам толкователь говорит, ибо сам Бога человек сначала стал творить, а потом учить. А вот эти лжеучителя, они тоже вот философские вот эти учения, они говорили, 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 красиво говорили. Многие рты открывали, слушали их. Но это были всего лишь слова. Потому что сами они не жили так, как учили. И еще пример про Игнать Тихонича. Что он христианин истинный. Потому что он как говорит, как пишет в книгах, он так и живет. Он говорит и делает. Поэтому много и подписчиков на канале, многих это привлекает. Многие нашли здесь истину в нем. И многие отзывы говорят, я вот везде смотрел, смотрел, там лжет, там лжет, там лжет. Ну видно, что он говорит хорошо, а не видно, чтобы он все это исполнил. Так же и вот эти вот лжеучителя, о которых апостол Аков говорит, он их вот начинает. Тщеславными их называет. Такая, по моему мнению, мысль и всех словах, хвалящийся хвализию Господа. 1 Коринфянам 1.31 То есть, подобным Господу, в нем имея учителя и пример. Только Господу мне нужно хвалиться, а не тем, что я, я, я добился этого. Со мной было такое в жизни, когда я впервые выдержал строгий пост. Я никогда не постился. Было мне лет, наверное, около 33 тогда. Когда у меня еще болезнь была в онкологии, я вот к Вире приходил. И вот со мной такое случилось, что выдержав пост, я стал хвалить не Господа себя, айда Сергей Павлович. Айда молодец, айда выдержал без мяса и вина 50 дней и еще без кое-чего. И бац, и все, и Господь опять меня носом в этот грех ткнул, и тогда я заплакал. Господи, прости, мы без Тебя не можем делать ничего. Комментарий говорит, что это не строгий пост, но для меня это тогда было... отказаться от мяса, для меня это было очень тяжело в свое время. Понятно, строгий пост, я знаю, что такой строгий пост я испытывал на себе. Три дня не пил, не ел, но я благодарил Бога за то, что Он даровал такие силы, и это было легко. И не счастливался никогда. Бог дал мне силы выдержать. Сходно с темы Давид говорит, а Господи похвалится душа моя, Псалом 33, 2. Не иное, что говорит как сие, желал бы я похвалиться тем, что хожу по заповедям Господним. То есть, не забываем, что все добрые деяния, а все орды Господа. Иначе мы впадем в то же самое, вот это вот тщеславие, и будем думать, что это вот мы такие хорошие. Без меня не можете делать ничего, Господь говорит. Безы изгоняются только молитву и посту. Молитва Господу, то есть, ты Бога просишь помощи, тогда изгоняются. А если сам будешь бесов изгонять, это вот значит, ты уподобишься вот этим вот всяким целителям колдунам, которые бесовской силой бесов изгоняют. И будут к тебе как к башку приходить и будут просить тебя исцелить. Такие вот, сплошь на рядом, сплошь таких колдунов всяких, которые якобы и молитвами лечат. Но когда прислушиваешься к их молитвам, то отарок берет. Так, вопросы по прочитанному есть. Так, тут в чате пишут. Это не строгий пост диета. Да, согласен, диета. Но ты попробуй эту диету, начни исполнять. Сектанты в основном говорят. А ни один даже до диеты не опустился. Православная церковь называет это пост. Многие, конечно, лукают, что там первую и вторую неделю. И в Ветхом Завете пример приводится истинного поста. Мне сектанты приводили, что истинный пост это воздерживаться от гнева, от дурных мыслей. Некоторые там говорят, что не пить, не есть, тогда это истинный пост. Все это, конечно, да и аминь. Но ты начни с малого. Если ты это не исполни, то уж куда тебе дальше? Я не Олег, не тебя имею в виду. Я вообще людей вот таких, которые в церкви такую диету установили. И не соблюдающие эти дают. Да, это не пост. Ну, научи-ка, какой истинный пост. Вот, Исайя 58 глава. Да, вот они все эту Исайю приводят. Да не исполни, что это. При всем желании, без помощи Божьей. Еще раз повторю. То, что я попытался, исполнил. И когда только подумал, что я своими силами все это исполнил, в следующую, среду, пятницу я уже не мог. Не мог. Ну, видимо, это ради Бога, видимо, когда делаешь. Правильно я понимаю? Истинно так. Есть же люди, которые голодают. Не просто диета, а они просто голодают по нескольку дней. Но они не ради Бога делают, а ради себя это делают. Ради здоровья, как правило. Да. Да, я на себе ощутил, когда три дня не пьешь, не ешь. Такое... Говорят, вот, пища не приближает. Богу и не отдаляет. Где написано, не отдаляет? Написано, пища не приближает. Они отдаляют, не отдаляют. Когда мясо ешь, такое вот обильное, такое вот, калорийное. Еда по себе ощущаю, как-то, ну, все вы забили, как-то уже и лень помолиться, лишний раз там, почитать. Как-то это... А когда не пьешь и не ешь, ощущаешь, что ты постоянно молишься, потому что ты ощущаешь вот эту вот запах смерти, что ли, если так вот можно выразиться. То есть тебе в посте, вот в этом выстинном, ты постоянно ощущаешь, что ты без Бога ничто, что ты можешь умереть, что ли. И такое общение с Богом. Я помню, я приехал, когда тебя увидел, ты реально был похож там на полумертвеца. Серега, честно. Ну вот, в этом году, вот, благодаря болезни сына, я, вот, по-настоящему, ну, я считаю, это истинный пост. Хоть и три дня, но они три дня без еды, без воды, и с молитвой, и с поклонами, и с работой. Вот. И опять же, я верил, что бесы изгоняются, и поверь, опять вот, по милости Божьей, опять сын исцелен, и уже, уже идет на, пишет мне на, опять на красный диплом. То есть, он в связи с болезнями, это вот эти вот все, вот эти троек нахватал, да все, там, по два месяца лежал в психбольнице. Вот. А сейчас, когда уже покаялся передо мной, что, не слушал меня, что там, вот. Сейчас все нормально наладилось, слава тебе, Господи. Ну, и не без ваших молитв. Сегодня Игнарь Тихонич тоже рассказывал про глаз, про этот. Ну, Господь исцелил, почему я должен-то под нож ложиться? Там, Виктор Андреевич, врач, там столько людей, я кого взбудоражил, там, анализы сделали, там, не три дня, а за день ему сделали. А он раз, как бы, и вот, подвел, как бы, его, и сбежал с операционной. Он говорит, ты прости меня ради Христа, Виктор Андреевич-то, что вот, он-то суетился, теперь, как к этим врачам обращаться-то, скажут, да, какой-то ты больной, ты провел какого-то, мы тут старались, анализы эти делали, там, все сбросили. Вот. Ну, Господь меня исцелил, я не мог поступить иначе. Но врача надеется, значит, на Бога не надеется. Но все равно у него там осталось воспаление. Мое бы такое мнение, что доверился бы врачам, тем более Виктор Андреевич понимает, что они люди компетентные, им нужно там было прочистить этот каналчик. Но запретили видеосъемку в операционной, поэтому Игнать Тихонич отказался. А Виктор Андреевич говорит, ну как, видеосъемка в операционной, это, говорит, и я бы запретил, как врач, потому что там стерильно все удобно будет. Вот. Поэтому вот. Вот. Ну, слава Богу. Знаю, Игнать Тихонича поддерживаю в этом. Молодец, что он отказался. Вот. Ну. Да, потом мы пришли к выводу, даже врачи у нас в общем не есть там медсестры. Игнать Тихонич болеет совершенно по-другому и исцеляется совершенно по-другому. Почему? Вера. Вот. И Господь в Евангелии говорит, по вашей вере, да будет вам. Веришь в исцеление, получай. Не веришь, ну иди к врачу. И иногда в руках врача бывает успех. И руки врача, и Господа, но с миром принимает. Вот. Что касается вот этих болезней, я тут все это тоже на себе испытал, и тоже на стороне Игнать Тихонича. Вот. Но я в свое время согласился на операцию. И не жалею, значит, тоже я хотел отказаться, и врач меня уговорил. Вот. А перед этим отца мы его проапелировали, и он умер. Представляешь, тоже от онкологии. Представляешь, мое состояние. Я не хотел умирать, но хирург меня убедил. Давай, говорит, проапелировал, а потом, если у нас не получится, тогда уже лечись мухоморами, болиголовом, чем хочешь, народными средствами. Ну, от официальной медицины не отказываюсь. А вот когда меня после, у меня после официальной медицины опухоли опять стали расти, значит, она не исцеляет до конца, Господь исцеляет. Вот метастазы-то пошли, и Виктор Андреевич говорит, опять Барнаул, все, опять давай резаться. А уже бесполезно, если операция не помогает, то резать бесполезно, не режут уже, пускай. Человек, где умирает, или исцеляет. Слово сказать, у Игоря Дыбунова, мама уже все, она не говорит уже, он с ней не общается уже, и не ест. То есть, видимо, скоро отойдет, Господь, сегодня такое сообщение было. А со мной, когда такая онкология случилась, я просто в простоте молился, Господи, дай мне пожить, хотя еще годика три. Но Господь расщедрился. Слава Ему по векам. Глаз-то, и вот он говорит, что он шесть лет мучился, то есть, у него он гноился, и вот он морковку ел, гноился, ну, а сам себе ногтем там повредил что-то, ну, я не знаю, ради чего такие мучения, когда можно было там, ну, обратиться к специалистам, и зашьют тебе, однако он столько лет и за компьютером, столько часов и за компьютером проводил, но это все милость Божия и чудо Божия, я считаю, и этого никак нельзя отвергать. И он пример приводит, что он там, кто там, понадеялся, не на Господа, а на врачей, и все. Так, продолжим. Снепление такое небольшое. Извините, Сергей, я правильно понял, что ему легче стало, правильно? Ему стало легче после того, как врачи выдавили у него гной, они же смотрели, они надавливали, часть гноя вышла, часть осталась, то есть, просто нужно ему было, и они предложили ему полностью прочистить, вычистить гной, гнойная хирургия. Но перед этим он спрашивал, резать будете? Вот, ему послышалось, что нет, не будем, хотя хирург этого не говорил, потому что там без надреза, ну что такое не глаз резать, в прямом смысле-то, а сделать прокольчик, чтобы проштудировать, размолчить, там как бы, ну вот, просверлить там что ли, чтобы гной вышел, вот, до конца, вот, и посмотреть там причину, может там тело какое инородное, может и это тело вышло при надавливании, и сейчас все сладко, с помощью Божьей зарастет, может быть и правильно отказался, и не знаю, а Виктор Андреевич говорит, это вот сегодня у вас просто иммунитет такой, что вы приехали, отдохнули, вот, а если бы его прооперировали, ему сразу там поклоны делать, накланяться нельзя, а как? А как, говорит, я без поклонов? Я не могу, поэтому для меня лучше пусть глаз гноится, но я буду кланяться Господу, это тоже сила веры, сила духа, но он так не говорил, но я думаю, может он так мыслил, потому что такое предположение было среди сестер, вот, испугался, что вот, если полегчало, зачем делать операцию, после которой кланяться нельзя, пусть уж лучше так вот само пройдет, авось не бойся, Евангелие Таакова, 5 глава, 1 стих, послушайте вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас, толкование, бережливость и скупость богачей нередко заставляет их плакать, но я напомню, когда начиналось это послание, там говорилось о том, что вот приходит богатый, и вы ему сразу перед ним лебезите, говорит, вот сядь там, приходят бедные, а ты встань там, вот, здесь он опять, вот, и потом он говорит, что, что вот этих богатых, не бедных ли мир избрал себе Господь, зачем вы перед этим, они вас притесняют, они вас налогами, эти богатые, там, проценты там всякие, могут там на вас наложить, ну, как на сегодняшний день, если говорить, в банке-то богачи, ты идешь к ним, берешь суда, или ипотеку, и горбатишься на них потом, всю жизнь, и вот он обращается к этим вот богачам, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас, сегодня кто-то скажет, ну, как он, богатый у него все есть, он счастливо живет, нет, беды будут, и дальше он, толкование, бережливость и скупость богачей, нередко заставляет их плакать, но апостол заставляет их рыдать, то есть сильно плакать о том, что они собирают богатство свое на исцеление, и не раздают его нищим, ибо богатство не погибает только в том случае, когда и сдерживают его на бедных. Крисиаст 1.1 Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его, то есть на мнимое разрушение и тление. Вопросы? Оно и богатство, слово богатство, в нем есть вот слово бог, ну или благословение, благословляют у тебя, все дела спорятся, у тебя работа есть, Игнать Тихонич сегодня всегда говорил, господи, пошли там то-то, то-то, дабы было, из чего уделять нуждающимся, когда вот так мылишься, тогда все становится на свои места. Иакова 5 глава 2-3 стихи. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши съедены молью, золото ваше и серебро и заржавило, и ржавчина и будет светильством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Толкование, гнение богатства, говорит, съедение одежд, молью и ржавчина, серебра и золота будут светильствовать против вас, обличая вас в том, что вы ничего не подавали. Посему и в последние дни, то есть в пришествии Господня, богатство ваше окажется как бы огнем, собранным на погибель вашу, что и испытал богач, упоминаемый в Евангелии. Притча о богаче и Лазаре, то есть он пишет, стал блистательно, бедный Лазарь, он богач презирал, мог и дать, а не дал, и чем дело кончилось? И в аду, будучи в муках, вот тогда уже пришло покаяние, как бы, как бы, потому что за гробом нет покаяния, это вот притча такая, он говорит, скажи братьям моим, пусть передадут, что вот, неправильно так жить. У них есть Моисея и Пророй Сергей. Что? Вопрос, вопрос. Пожалуйста. Сознание остается в аду, правильно? Не был я там, брат, не могу сказать. По учению, подожди, причем тут не был, не был. Мы веруем так, что сознание остается. Ну, согласно вот этой притче, но потому что там жизнь вечная, а раз жизнь, то и сознание, потому что, конечно. Так вот, а покаяние, что это такое? Ты осознаешь свои ошибки, как бы, да? Как минимум. Сознаешь, что ты там тот, а тот, и все как бы. Ну, и в чем вопрос? Прома. Ну, вот богач осознал свою ошибку, согласно вот этой притче. Ну, а толку-то? Ну, а вот это, вот и... Позно. Ну, то есть, какое-то покаяние все равно есть, но просто, видимо, за это покаяние, я не знаю, то ли он ничего ему не светит, так можно рассуждать, а само сознание-то есть. Плачь и скрежет зубов там, я не знаю. Да, да, вот плачь и скрежет зубов у меня тоже ассоциируется с таким покаянием, но уже ты не можешь ничего сделать. Он говорит, близко локоток, да не укусишь, то есть, вот это вот скрежет зубов, ты вот, ааа, а уже безысходность, уже поздно, поезд ушел, как говорится, опоздал. Вот, Олег говорит, на суде уже поздно каяться. При жизни надо было бедному подавать. Не подавал, ну, а теперь все, между нами и вами великая пропасть. Он говорит, пусть мне прохладить там язык пальцем, водой, все, единственное желание. осознание и есть. Потому что я еще такое слышал, что многие, даже будучи в аду, продолжают хулить Бога. То есть, это наводит на мысль, что есть такие люди, попавшие в ад, которые, ну, перестают хулить Бога, и как бы им становится стыдно, что ли, или там, ну, вот как этому богачу, и горестно, плачет, скрежет зубов. Опять же, скрежет зубов, бывает, от злости человек зубами скрежет, а бывает от досады, что не успел что-либо, не успел покаяться, или что, я не знаю, или как вот притча о десяти девах, пять мудрых и пять глупых. Глупых, все, они опоздали, что они там будут делать? О, дуры мы, дуры, надо было масло-то при жизни собирать, добрые дела делать. Потом дайте нам, у умных спрашивают, а вот как мы вам дадим? Если мы вам дадим, у нас ничего не останется. Идите, купите, то есть, сделайте милость. Смотри, богач там, он еще, он еще позаботился о своих родственниках, правильно? Да. Как он там говорил, что типа, надо их предупредить, что тут вообще, ну, все, как сказать, все, как сказать, плохо все здесь. чтобы они, изменились. То есть, он, ничего себе, это такое осознание, будь здоровнух, а очень такое мощное, так скажем. А ему ответ был такой, а они не поверят никому, там даже Моисею там. Даже если кто из мертвых придет, не поверит. У них есть пророки, то есть, Господь все делает для спасения, есть Библия. У каждого человека для спасения есть. Другое дело, изучал ли ты ее, хотел ли ты ее изучать? Вот. И все. Хотел ли ты спасения? Бог не может никого спасти насильно. Он протягивает руку, а грешник его по этой руке, по спасающей бьет. Ну, как он его спасет? Спасение, даже вот спасение на водах, оно всегда было. Есть спасатель, есть спасаемый. Спасаемые кричат, помоги, тонем. А если он самоубийцем, он, допустим, себе камень на шее повесил, поплыл на лодке, ну, как, Герасиму муну топил, и как ты его спасешь? Никак ты его не спасешь. Только увещеванием, уже все. А если он уже бросил, на дно его тянет, уже все. Он сам, его воля такая, быть в аду, быть со злодеями. Слушай, и вот, в связи с этим, роль священства, конечно, ужасает. Они, они буквально отваживают писание, ну, понимаешь, писание, вникать в писание, отваживают. Вот, недавно все было, диалог со священником, он меня отваживал, понимаешь, он меня там называл протестантом, при чем тут писание, и так далее. Видишь, что творится? Ну, я сегодня раздавали Евангелие, и молодой человек, я вам предлагаю, он такой останавливается, такой вежливый, добрый день, я семинарист, и поэтому у меня есть. Мне так понравился его ответ. Я семинарист, и поэтому у меня есть. ну, да я говорю, слава Богу, что у тебя есть Евангелие. На нем, конечно, не написано, что он семинарист, по всему виду, студенты, студенты обыкновенные. Вот, но, однако, вот, семинаристы, Игнать Тихонович говорит, волчат, вы, говорите, там делайте. Даже есть анекдот, поступил в семинарию, остался верующим. Правильно ты замечаешь, отваживают от Библии, от этого, потому что, не поступил, а закончил, закончил, и остался верующим. Да, я говорил, закончил, остался верующим. Потому что, я сам ходил на катехизаторские курсы, и мне пришлось оставить их, потому что, душа не принимала, то, что они, как раз о войне был урок, и, я говорю, ну, читаем, все, Христос там, не убей, все, любите врагов, все это прочитали. Я вопрос задаю, ну, а как же, потом, войны-то у нас были, в Новом Завете, столько ходили, воевали, крестные ходы, вот эти вот все вот. Но это же священство благословило. То есть, если священство против воли Божией благословляет, значит, оно право, а Бог не прав, и, ну, как так? Жираф большой, ему видней, кто жираф? Священство жираф. Поэтому сегодня, вот, Инотихич, у нас царство попов, не небесное царство, не божие царство, а царство попов, которые учат вопреки Евангелия. Кого нам слушать, как вот Володя Пащенко, кого более должен слушать, Бога или человека? Попы не человека, от Бога ли они? Да я сегодня вспоминал, у меня, когда с работой проблемы были, я давно-давно еще был, молодой еще был, у меня жена потихонечку говорит, идти в попы, у меня там у коллеги, муж, батюшка, он так хорошо получает. Все? О чем это говорит? Ну, ходят как бы на работу, как зарплата, что у них там? Веры никакой нету, ради денег они это делают. Бизнес, религиозный бизнес, и у них постоянно на приходах деньги, 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 то есть поборы ведут, все. А люди несут деньги, почему в церковь? От невежества. И кто самый главный враг к этой системе? А тот, кто это невежество развивает, говорит, торговля в храме запрещена. Кто сказал? Вот, и от лапкин, и все, и все ты. Вот, теперь стой там, как не нажел, норовая, и молись. Или покайся, отрекись от духовного. Так он же послов Божий, говорит, по Евангелию, выгнал Господь из торгашей, из храма. Ну и вот у них потом злоба это начинается. Вопросы? Смотри, вот ошибка, то моя или не ошибка, вот я не могу вот молчать. Я если иду в храм, я постоянно всегда с кем-нибудь начну беседовать. Понимаешь? Ну и беседы, понятно, распространяются на ну, на тему торговли и все остальное прочее. Я не могу молчать. Реально, у меня не удерживаются. Но есть же, во мне был бы как бы разлитый огонь, я хотел молчать. Это ревность по Боге. Какая тут ошибка? Ты видишь в церкви кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Христос бы пришел в такой храм, что бы он молчал, взял бы бить да выгнал торгашей. И у тебя такое же чувствование, как во Христе Иисусе. У меня было желание тоже так же как Христос взять и выгнать их оттуда. Но как бы я не прихожанин теперь храма Московской Патрихии. В моем храме торговли нет. А там порядки наводить. Ну, кто меня выполновачивал. Пусть Игнать Тихонич тоже пытался там веревки сплел и там им подарил этим торгашкам. Они на следующий день не вышли на работу службу вести. Очередь у свечного этого ящика встала, а торгашек нету. Я не помню чем там дело кончилось на ситуации. Конечно, была смешная. Игнать Тихонич убедил. Торговля греха торгашки не вышли. А как там вообще? Ну, многие хорошо вопросы Сергей а ты ну вот например такая ситуация ну все отец Аким умер у вас нет священника дальше ты идешь такой храм приходишь там московской патриархии и вот ты хочешь чтобы помолились там не знаю за кого-нибудь нужно помолиться вот и ты как поступишь ну священнику скажешь попросишь там записку или что я не знаю дашь кстати у отца Акима есть ли записки еще попутно ответь и вот или ты дашь ли ты денежку тебе скажут например а ты одно имя чтобы помянуть у престола там например на праскомедии стоит 10 рублей ты вот заплатишь за эту тему нет нет не заплатишь почему нет объясни обоснуй потому что это грех Симония называется в честь Симона Волхва который дар Божий хотел получить за деньги то есть молитва они молятся о чем об исцелении например там духовном или телесном это же благое доброе дело доброе дело даром получили даром давайте это учение Христова они вопреки учения его за деньги продают как Симон если Симон помыслил это все ты исполнил желчи всякой все корень селезал сребролюбие где бы видно было чтобы в Евангелии деньги просили за молитву нет я бы не стал бы денег что я сам молиться не умею что ли это не самость не гордость да бог священника я верю я верю лучше слышит потому что он помазанный выше чином ибо благословение батюшки я верю в него то есть мы как едем на рыбалку как благословимся поймаем много рыбы не благословимся мало рыбы поймаем это маленькое чудо но оно показывает что чинной должна быть но когда священник говорит а дай мне денег тогда помолюсь нет не да вопрос а есть записочки у вас там есть есть у нас записочки есть у нас записочки причем они у нас не двоякого рода а троякого даже есть но я правда ни разу не писал не подавал вот о здравии о упокоении и о обращении вот но тоже честно сказать ни разу не слышал чтобы обратить там кто-то вот там зачитывалась упокой было о здравии причем о здравии я тоже боролся вот с одной сестрой она постоянно туда вписывала Игнатия Тихоновича Игнатия Тихоновича говорил а я здоров вы туда пишите но все мы больные ну больные призови пресвитеров и помолятся над ним так написано соборование это то есть у нас уже соборование кстати уже вот как Евтихий от нас сбежал и у нас так нету соборования нету и нужды в этом нету никакой раньше там было такое я никогда не участвовал Игнатия Тихоновича никогда не участвовал мама меня тоже она тоже вся больная а вот можно мне на соборование сходить в московский храм я говорю а зачем заболеешь я призову тебя пресвитеров над тобой помолятся когда будешь умирать может быть исцелишься а ты ходишь ну да у тебя там сахарный диабет иногда гипертония но тоже не при смерти поэтому нет брат я деньги я не буду давать ни за крещение ни за это нет нет святая десятина я буду об этом говорить давайте вот десятину буду платить священнику и договорюсь на записочки я против этих записочки всегда потому что они на деньгах замешаны как-то благодать божью молиться за деньги даже уголовина такое и то Игнать Тихонич его осудил какой бы хороший батюшка ни был и проповеди многие нравится да и мне в том числе он хорошей проповеди он его не осудил а обличил ну да говорил он грех этот осудил грех Симонии ну а грех он без грешника не может быть конечно обличил потому что надеется что он покается но в этом грехе кто-то мне говорит в грехе Симонии а Наталья ее с нами нет усатая мы на прошлом занятии спорили Симон Волф покаялся или нет то есть я имел неосторожность сказать что он как бы покаялся и привел там место писания что он говорит помолитесь обо мне чтобы меня не постигло нечто ну когда апостол там сказал вы дайте мне дар такой вот возьмите деньги я тоже хочу исцелять как и вы и вот за этот помысл он испугался как минимум вот да толкователи нам говорят испугался а потом есть история живет церкви а я историю не читал о Симоне Молфея который там говорится что он стал врагом церкви то есть он из этого греха лечить за деньги он не мог он и так лечил за деньги он волк был но он молился там каким-то другим богам и может быть не всегда у него такое исцеление получалось а тут он хотел расширить свою квалификацию то есть вот еще один бог у него появится в арсенале тогда уж точно клиентура там будет постоянно да еще какая там вот уланги какие-то были там всякие знаменитые люди к ней ехали они же не с пустыми руками ехали как в книге его сказано за жизнь свою все человек отдаст и продаст и душу дьяволу ну и вот в связи с этим я с тобой абсолютно согласен и вот просто невообразимо насколько идет тотальная тотальная если апостол петр апостол петр наоборот отвадил этого бедного человека в неведении пребывающего безумии пребывающего неистов неистов каком-то волхва симона а сейчас наоборот они соблазняют народ божий да и говорят делайтесь волхвами ну вот этими симонитами давайте давайте и это тотальное просто тотальное я не знаю просто это даже объять умом уже невозможно что это такое такое вообще происходит ну вот я когда узнал о торговле в храмах что Господь вызвал торгующих покупающих я и покупать в храме перестал если мне что-то нужно то я поеду там где-то куплю только не в храме вот Никита Колесников пишет как угодно можно назвать то есть Олег пишет попы молятся за пожертвования принудительные ему заплатили деньги он отрабатывает то есть он пришел как на работу ему там столько-то записков подали вот такая зарплата там конкретно такса одна записка там 10 рублей одно имя 10 имен не больше 10 имен то есть он 10 имен сотни ложат все то эту сотню должен отработать отбарабанить отбубнить принудительно его молиться а молитва она должна из сердца исходить из любви к Богу и к ближнему а здесь она либо из любви к деньгам пожертвователей вот и какое у них будет к этим пожертвователям отношение вы мне платите я обязан тут молиться мне уже домой охота на диван шашлычка поесть винца попить а мне тут приходится столько записок надавали что вы сами молиться не можете что ли поэтому Игнать Тихонич когда говорит когда просит кто-то кого-то помолитесь обо мне а сам он говорит а сам будешь молиться человек как-то молчит вот и поэтому когда вот меня Наталья Усата это правильно замечание сделала что Симон Волх не покаялся я говорю ну как он же просит молиться но он попросил молиться апостолов потому что испугался да как Виталий заметил а во-вторых он как бы из приличия это сказал и еще одна такая версия ну ты помолись раз ты такой вроде а мне то что молиться я в это не верю ну видишь там жесткие были слова сказаны очень жесткие как вот знаешь помнишь очень здорово подметил Степаненко Максим Валерьевич что говорит вы лучше бы матом их крылья для них бы это было легче ну как бы смести легче чем вы находите такие слова там из писания там и отовсюду и вот так вот их пригвожает пригвозь ну так сказать припарку им даете помнишь помнишь да вот этого не помню да апостол так вот именно ему и ответил и он понятно он в недоумении помолите чтобы меня не постигло из того что вы сказали сказанного вами он просто испугался ну первая реакция такая а навык остался и он не захотел от него отходить все ну навык смысле там у нас да у нас беда в том-то написано а иных страхом спасайте сегодня страхом никто не спасает страх и не нагоняет все такое вот ласкательство такое вот жестких обличений вот около турина тихо и можно увидеть и многие на него ссылаются что он горячий проповедник даже вот тоже головину говорит ну горячий ну как православный христианин видимо тоже его коснулось и многие обличаем им благодарят его так Никиту сейчас каталестников почитаем как угодно можно назвать все это выглядит как преступная мошенническая схема самое веселое слово веселое в кавычках это когда они обходят каждый день храм то еще и прилавки незаконные задымят а лют в храме еще и крутятся вокруг оси за кадилом как флюгер по направлению ветра я один никогда и нигде этого не делаю даже неловко себя чувствовать ты стоишь прямо на алтарь просишь а все люди вокруг тебя за попом и все на тебя смотрят как напугало благородное смех да и только да самое главное они то совсем и не знают за кого молятся кто эти люди на записках вот в чем беда то вот и батюшка предупреждал отец Аким не пишите мне ваших родственников я их не знаю а мне что писать все мою маму Валентину Арифовну знают знают как она была на крещение в потерявке продавал ну вот ходит в храм Московской Патриархии вера у нее не такая не такая как у меня не могу я вот как Витя Савченко вот у него он успел родители у него отошли в мир иной с миром вот и отец крещение в потерявке принял и мама как раз моя она вспоминала как вот этого дядю Колю как же она слова сказала стругарь его что ли Игнать Тихонич его он не знал то ли он крещен то ли нет и поэтому отказался от крещения ну продрал его Игнать Тихонич как следует но если не знаешь написано яко не крещен и все таки убедил принять крещение и маме так эта строгость моей так это понравилось когда вот такой разбор как вот вот в этом году тоже приехали всех там дали высказаться сколько было там нынче 12 человек то есть серьезное отношение к делу вот Иван 1 Иоанна 5 16 есть грех к смерти не о том говорю чтобы он молился какой имеется ввиду то есть есть смертные грехи допустим родители просят этих священников помолиться она мать понимает что сын убийца серийный допустим или вор не собирается в этом грехе каяться это грех смерти беспокояну за такого человека не нужно молиться он не собирается оставлять грех а вот когда человек оставил грех и просит помолитесь чтобы Господь меня простил то есть его совесть продолжает мучить и он думает как бы мне теперь этот грех загладить какими добрыми делами мне стыдно я столько людей обворовал твои милостыню теперь Сергей пойми смотри в чем в чем вопрос то неважно вот символ волк вроде бы и такого на поверхностный взгляд на него посмотреть ну вроде здорово что захотел стать священником да просто он не с того входа зашел с черного так скажем грубо говоря и тут так же любая какая бы у тебя не была какая бы у тебя не была мотивация самая святая на и святейшая допустим но ты через черный вход заходишь то бишь через денежку заказываешь вот эту молитву то есть и чё то есть тем самым ты грешишь неважно в ведении неведении грешишь соответственно куда эта молитва выше потолка она разве поднимется вообще если она уже во грехе от зачата так можно образно сказать ну вот так я рассуждаю да у нас был случай сестра одна решила принять крещение она заболела у нас крещение раз в год ей посоветовали принять крещение в храме Московской Патриархии а я снимал все это на видео Надежда Васильевна была там все и вот сестру покрестили троекратным погружением договорились строго-настрого было наказано чтобы не платить вот и я думаю ну слава богу покрестили все и смотрю а а там после как всех там же не только сестру нашу крестили но и других и выдают вот эти вот свидетельства о рождении и говорят дайте деньги на свидетельство о рождении вот закрещение не закрещение вот и а я был против даже покупать вот это свидетельство о рождении потому что оно в 10 раз дороже чем сама эта бумажка стоит ну бумажка там пола 4 сколько она там ксерокопия это стоит ну 4 рубля ну 5 ну не 350 понятно то есть лукасто и потом смотрю надежда васильна деньги дает а сестру я убедил не надо тебе это свидетельство что на тебе это свидетельство а со священником договорились бесплатно бесплатно другие заплатили там ну это уж не стали мы там бузить потому что ну не время может быть не место в чужой монастырь со своим уставом не лезть а он чужой нам потому что у нас свой есть в своем бы порядок навести сегодня Игнать Тихонич наводил там шороху то книги кто-то переложит то кошку запустили не выпустили сдохло там то господи помилуй вот ну Виталий ну че сказать церковь больна трусости корысть на первом месте трусость потому что вот ты не боишься говоришь а другие боятся у него тоже может быть совесть его обречает осуждает ему может быть все это обрыдло все вот это вот работать молиться за деньги а он не может у него семья понимаешь он если деньги не не принесет его в другой приход у них же как если представь если бы ты был священником и пришел так все перестаньте свечки покупать все а тебе надо епископу сдавать а ничего не сдал все пинка под зад и другого примет на твой штат правильно это со всеми происходит так кто заметил правильно Никита это мошенническое выглядит как преступная мошенническая схема то есть но когда будет спрос тогда всегда будет предложение почему спрос на это есть то что людям нравится это заплатил налоги спи спокойно дал священнику на лапу значит у тебя все будет хорошо прости 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 понимаешь их так научили их заблуждение ввели с самого начала понимаешь вот и если мы смотри если мы будем молчать ну тогда все тогда я не знаю если даже мы уже ну сколько нас там единицы вот и мы будем молчать все тогда тогда ну это постоянно будет тема понятно я не знаю как к этому относиться просто это если вдумаешься в это то это все это все как бы не имеет смысла никакого все вот эти вот за деньги поданные молитвы они никакой силы не имеют ну если Господь живой и истинный потому что ну мы читаем в Писании как к этому отнесся Дух Святой относится устами Петра то есть все это все обессмысливается вся московская патриархия вообще вся все ее вот эти молитвы они просто я не знаю как к этому относиться ты начинаешь об этом думать голова кружится и в тупик какой-то входишь просто рыба гниет с головой ну а что рыбе сделать если гниет голова поп гнилой рыбе что нужно отрубать эту голову или что или как ей не сгнить она гниль это вот это вот сребролюбие вот этого причем это же сама хвостатая рыба эту голову кормит за этими деньгами жертвоваться они приносят жертву если бы никто бы не жертвовал так не было бы такого благолепия да подожди там разные есть откуда деньги берутся в патриархии это уже особый разговор другой другое дело что как действовать рыбе а Игнати Тихон чучит своих предлогами соединяться с этой рыбой понимаешь с головой с этими головешками черными это смерть потому что гниль войдет понимаешь а Господь говорит вы соль земли то есть соль она обеззараживает от гнили от червей мясо если рыбу засолишь она не сгниет долго а если не засолишь опарыш и мухи заведутся на литву а соль это слово божие то есть нужно осаливать и вода камень точит и многие священников покорились вере тогдашних священников тогдашние священники во времена первоапостольские покорились и современные священники мы знаем Игнать Тихонич приводил пример что двое священников стали покорились как они покорились как торговать перестали что ли видимо да я не знаю но во всяком случае покорились то что необходимо троекратное погружение в крещении да даже вот это вот казалось бы мелочь но вот это латинская ересь вошла что мокрой ладошкой пол и все сам символ нарушен то есть я то в обряды не верю но вот этот обряд когда человек погружается с головой то есть он полностью умирает для греха всем сердцем всем умом то есть полностью скрывается а когда ладошкой тебе помощили как ты умер то есть ты не признаешь себя погибшим грешником тебе христос не нужен ты не собираешься воскресать к жизни новой безгрешной был сухой грешник стал мокрый грешник помощили тебя все высохло и все но я теперь зато крещеный меня теперь если что отпоют вот колес на христианство от этого послания как раз о богатой говорили что вот не жертвовали но многие сегодня богатые жертвуют храмы и строят храмы тоже это богу неугодно потому что деньги как правило богачей какие плату наемников удержали ворованные деньги что ты не рассчитался заработать обокрал обокрал или дал два раза меньше чем заработал а ему деваться некуда почему везде вот сейчас смотрю настройки даже в барнауле в основном нерусские работают потому что там у них на родине работы нету они вынуждены за меньшую плату работать здесь а ему богатому зачем русских нанимать этих наймет нерусских и меньше заплатят и все тоже своего рода как бы вот а вот в Белоруссии я слышал нет ни одного нерусского работника вот там навел президент порядок я считаю правильно а зачем этих гастарбайтеров приглашать когда своим работать не уже появляется ну понятно потому что сребролюбие оно передает если мне надо дом построить я конечно буду искать бригаду которая согласна закопить пусть они не русские никакая разница но я найду нерусских и заплачу им так как русским вот так вот бы по справедливости бы а почему не русских ну потому что и у них там на ихней родине трудно сработать здесь русский он может быть не пойдет за эту работу потому что он обнаглел я не буду за копейку работать а я буду вот ну это вопрос видишь уже по политике как бы это такое нам было с церковным а вот а в церковных ну вот вся эта книга к истинному православию там вся все главы вот это самые базовые вот эти поднятые вопросы которые очень ниже плинтуса опущены то есть это мягко говорят или как в пику уже встали к писанию хотя бы вот это освещать самое интересное мы с Димой пошли и стали хотели это с батюшками поговорить но они как бы отказались они срулили там все машину сел уехал ну вот получается говорить церковно служителями ну вот у нас был разговор и он адекватный человек попался согласился с нами все то есть писание принимает все единственное мы сказали ты в опасности то что ты ты участвуешь в мочении вот этом ладошкой оглашаешь там по два часа и потом еще вместе с попом вы не погружаете ты в опасности ты людей вводишь заблуждение обманываешь он тоже это принял все такой вот такой хороший разговор произошел а так а попу избегает и убегает все и тебя на тебя ялык навесят перепечатают тебя всем скажет да это все короче нехороший человек с ним не надо связываться и сам сам струлил короче вот так пока вот такая картина и это попы который ну вот этого причащал на камеру ну вот как его Алексей Алексей Шахматов в Омске вот батюшка его причащал отец роман я его знаю хорошо вот 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 он а он считается знаешь таким самым таким практически продвинутым там у нас ну вот как-то так ой-ой ну еще вопросы Игнать Тихонов уехал в Потеряевку сегодня молитесь чтобы у него осложнения на глазу не было ну вот Лена спрашивает Виталия ты эти беседы пробовал снимать другим для примера слушай снимать ой-ой-ой он меня так чуть не сжирает он мне же запретил снимать я снимал просто проповедь просто проповедь его снимал он во все услышания сказал я тебе запрещаю впредь снимать я говорю по какой причине не скажу понимаешь вот так вот ну хулиганит просто в открытую понимаешь а ты говоришь снимать здорово было я бы с удовольствием но там там сразу идет такие он сразу начинает нервничать сильно очень этот священник начинает там ну очень нервничать это видно все там ногти там что-то чуть ли не грызть там все вот это главное интересно что он читал тут же вот он не запретил а потом чтение на моледнии где вот в конце там говорится что идите научите все народы понимаешь крестяк научите то есть а я-то я говорю я ради проповедь не снимаю что люди которые вконтакте кто-то же они смотрят трансляцию кто-то обратит внимание вот вот моя мотивация почему я снимаю то что вы свидетельствуйте я вас все глухо вообще глухо какое-то вот такое удивительно просто но вот лена пишет что диктофон включать как бы она тебе советует такое может быть тайно как-то и у нас вот один батюшка тайно привез диктофон думаю сейчас прошу епископа разрешение там евангелия раздавать визитки он разрешит им там проповедь я сейчас не помню в чем там было я потом другим священникам то скажу вот мне епископ разрешил ну и зашел с диктофоном раньше диктофоны не такие были как сегодня в карман положишь не видно и что-то у него там щелкнуло епископ увидел что ряс это с него содрал и крест содрал и ряс за то что он тайно хотел записать его и выгнал его ограйду крест серебряный отобрал епископ Максим тогда у нас еще был вот такая история так что тут детективные истории могут закончиться трагически ну да видишь он он вопреки закона запретила общественного гражданского то есть видишь он уже привык осознательно причем нарушать закон божий ну идти вопреки и сейчас для него гражданский закон ну поскольку милиция все равно крышует и как не крутить и тоже это все легко вопреки тоже идется все я я вот согрешил я поп я там уже видимо какая-то элита не элита этого общества я тебе сказал холоп ты должен меня послушать все вот такая мотивация как бы такие такая позиция его общественная ты холоп ты должен просто несмотря ни на что ни на писание ни на что просто исполнить мою волю и все я господин ты холоп вот такая позиция Кирилл Русалюрский говорил если мои слова не сходятся с Библией не верьте мне кто сегодня когда такие слова последний раз говорил да никто к сожалению Библия в православии не авторитет а если ты начинаешь насаждать авторитет Библии ты сразу баптист сектант сегодня раздавали Евангелие а у баптисты женщина одна не взяла Евангелие это у баптисты мы да нет мы православные не взяла потом проходит 10 минут дайте мне или она взяла одну а потом дайте еще а она сходила мы же рядом с храмом мы раздаем Евангелие на Спартаке она сходила в храм спросила там у сведущих людей в Московской Патриархии они сказали что они православные там по богословию Патриарха Кирилла я наказал в Сибирской Благозвоннице на Украину отправил одна посылка дошла вторую потерялась ну как такое может быть Почта России бардак завтра поеду разбираться так ну ладно давайте помолимся вопросов больше нет если есть то в чате задавайте так следующее занятие у нас будет в среду не в это время как обычно на 3 часа позже то есть по нашему по барнамульскому в 9 вечера я сейчас в чате напишу то есть будет не в 14 а в 17 по Москве это пока временно в связи с графиком моей работы связано потом когда Игнать Тихович приедет я думаю ему неудобно будет в 9 часов они уже там молятся спать ложаться в это время тогда опять на 14 в Москву перейдем вот я не потому что сребролюбивый хочу там больше а чтобы было еще уделять нуждающимся сегодня какая трапеза у нас хорошая была как всему благодарили в храме сказали да это наши наши книги наверное имели ввиду то есть наш православный то есть мы раздаем красный евангелий сибирско благозвоним вот а есть у нас карманные евангелия сектантские мы раньше их раздавали их удобно раздавать их по богу берут потому что это крупный шриф она толстая неудобство такое возникает а маленькая то я сунул в карман как говорится что текст маленький то есть с этим евангелем пошла может быть если ревностный поп какой-то появился еще бы вышли как раньше нас гоняли там эти визитки раздавали сектантских да с ним главное издание если ты с московской патриархии не поделился сам издал они для чего иероглов ставят что там должно быть у них то все из-за денег потому что они хоть эти евангелие это раздают но там нигде не написано для бесплатной раздачи потому что им жертвуют они издают нашли жертвователи другие распространяют бесплатно но кто-то же все это платит да сами жертвователи и платят потому что мне все равно я бесплатно беру но у меня душа все равно располагается и потому что дело-то благое делать все равно им перечислить деньги на на издание хочется поэтому ну а как мы вошли в их труд они издали мы распространили потому что издавать книги это сейчас недешево я так скажу даже вот на Украину казалось бы в своей стране легче издать чем из России пересылать это же еще за пересылку но нет вот люди идут на это что переправить дешевле получается чем там издать но здесь то нам за книги за сами они не берут деньги только слава богу пока еще сейчас доллар уронит еще будет дороже стоит ой доллар рубль вроде еще ниже клинтусов я я проговариваю я заказал пришли сегодня вот такие вот молитвословы на русском языке я сейчас покажу вот здесь канон видно нет вот то есть на русском языке все вот такая тоненькая маленькая книжечка 320 рублей вот заказал потому что у нас даже вот в потеряевке в этом году брат Вячеслав как молиться и батюшка вынес канон канон читать перед причастием на церковнославянском у меня внутри все вот так вот они читают мучаются запинаются а я привык по русски это уже кто-то привык по церковнославянскому не сдвинешь на русский а меня уже я не могу уже не по-русски меня простите меня молимся Виталий давай достойно есть и молись ты хорошо поешь по-церковнославянски если печь что ли или чем да молитва достойно есть а потом своими словами поблагодари Бога достойно есть всякого истину блажите Тя Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога наших честнейшую Херубин и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слово Родшую сущую Богородицу Тя Богородицу Исцели Исцели отца Игнатия дару ему исцеление дару ему вспомоществование в деле скоро он вернется и опять начнет беседовать опять начнет благоествовать по по интернету благослови его Господи на эти труды много людей приходит к тебе обращаются к слову Твоему и это благо и это слава имени Твоему благодарю Тебя за эти собрания и за все что за все Твои щедроты и милости и за все суды Твои Господи слава благослови нас разойтись с миром и далее собираться по слову Твоему если на то будет Твоя святая воля благослови нас Господи слава Тебе спаси Христос Аллилуйя Аминь Аминь Спаси Христос Слава Христу Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос